Всем привет, уважаемые любители фридайвинга! Вы на канале Апнеа Горький и в этом видео мы собрали выступления сильнейших фридайверов России в бассейне в классических ластах на начало 2024 года. Все российские соревнования позади, впереди чемпионат мира и мы с вами посмотрим выступления лучших атлетов за сезон конец 23-го, начало 2024 года. Начнем с мужчин. На экране вы видите Дмитрия Смитанкина из Челябинска. Дима самый опытный фридайвер в этом выпуске. Он занимается фридайвингом с 2009 года, а это уже 15 лет. И с 2010 года принимает участие в соревнованиях в бассейне. Интересно, что Дима ныряет без зажима и очков. На лице у него нет вообще никакого оборудования. Дима мощный атлет. Посмотрите на его мышцы, рук и плеч. Помимо тренировок в бассейне, Дима занимается в тренажерном зале с весами. Работает над своей силой. Дима Смитанкин. Уже много лет является одним из лидеров сборной России по фридайвингу в бассейне. Участник многих чемпионатов мира. Одним словом, очень-очень опытный спортсмен. В ластах Дима работает очень собрано. Плывет с хорошей скоростью. Он делает 5-6 грибков ногами, после чего скользит и расслабляется 1-2 секунды. У Димы прекрасная стрелочка, несмотря на развитую мускулатуру плечевого сустава. Дима ныряет в гидрокостюме без рук, с открытыми руками и плечами. И в таком гидрокостюме держать стрелочку гораздо проще, чем в гидрокостюме с рукавами. И вот вы видите, что первые 100 метров Дима прошел за 1 минуту 20 секунд, что очень даже хорошо. То есть один бассейн 50 метров, он проплывает за 40 секунд. Хорошая скорость. Лучший результат Димы в этой дисциплине 250 метров. Это все происходит под водой на одном токе. Очень-очень хорошее скольжение и работа ластами. Движения очень выверенные, такие спокойные. Видно, что Дима мог бы грести гораздо-гораздо мощнее, но осознанно этого не делает для того, чтобы не тратить лишний кислород и чтобы была возможность находиться под водой более длительное время. Разворот на 150 метров. Во фридайинге очень важно иметь хорошее расслабление, но и при этом нужны мышцы для того, чтобы работать длительное время. И вот у Димы все это получается. У него есть и развитая мускулатура, и при этом хорошее расслабление. Все это в совокупности дает очень прекрасный результат. Пройдена отметка 175 метров. Спортсмен у нас под водой уже 2,5 минуты. А впереди еще больше 50 метров. Итак, Дима разворачивается на 200 метров. Под водой он уже 2 минуты 50 секунд. И это заключительный бассейн. Обратите внимание, что техника совершенно не изменилась, хотя здесь уже присутствует, безусловно, гипоксия. Но спортсмен работает все так же умеренно и со скольжением. На этом видео Дима показал результат 245 метров, хотя за месяц до этого на Кубке России он пронырнул 250 метров. Надеемся, на чемпионате мира у Димы получится прибавить в этой дисциплине, и он развернется на 250 метров и сделает свой рекорд. Желаем ему удачи. Следующий спортсмен на наших экранах это Александр Богдашкин. Саша родом из Череповца, города Металургов. Сейчас Александр живет в Москве, занимается фридайингом с 2014 года. Он учился в РГУФКе и ходил на занятия к Наталье Молчановой. В соревнованиях начал участвовать с 2015 года. Сейчас занимается только фридайингом. Он инструктор по фридайингу, работает в школе Молчановс. У него есть свой клуб, который называется «Дискомфорт». Это видео с чемпионата России по фридайингу, который прошел в апреле 2024 года. Подводной съемки, к сожалению, нет, но в целом видео неплохое и тоже можно увидеть, как Александр здесь работает. У Саши очень хорошая техника в ластах. Даже с поверхностной камеры видно, как он чувствует воду. Очень мягко работает ластами в небольшой амплитуде и прекрасно скользит. Здесь очень хорошо видно пловцовское прошлое Александра. Уровень акватичности и чувствование воды просто потрясающий. Александр очень хорошо прогрессирует во всех динамических дисциплинах в бассейне от сезона к сезону. Постоянно входит число призеров соревнований. Саша не использует гидрокостюм в классическом понимании фридайверов. Использует костюм для скоростного плавания. Он не из неопрена, а из достаточно плотной ткани. Дает хорошую компрессию такой костюм. И, как говорят, очень хорошее скольжение. Так, Александр у нас приближается к отметке 150 метров. Сейчас будет разворот. Особенно классное скольжение у Александра после разворота и толчка от бортика. В ластах такое продолжительное скольжение это, по сути, редкость. При этом скорость продвижения у Саши очень высокая. 38-40 секунд на 50 метров. В этом году Александр ныряет в новых для него ластах. Это Молчановс Карбон. Он эти ласты хвалит и говорит, что оптимальные ласты и по отдаче, и по жесткости. Итак, 200 метров позади. Это уже очень серьезная дистанция. Но он продолжает работать. На Кубке России в феврале 2024 года в этой дисциплине Александр нырнул 247 метров. И это на сегодня его личный рекорд. Сейчас вот мы видим, что он немного ускорился, немного увеличил амплитуду движений. Практически убрал скольжение. Вероятнее всего, скоро будет выход. И да, Саша не доплыл 5 метров до 250 метров. Показал результат 245 метров. И по лицу Саши очень хорошо видно, что он поработал на максимум и очень доволен собой. А у нас на экранах следующий спортсмен Александр Максимов из Первоуральска. Саша работает на металлургическом заводе, начальником газоспасательной службы. И остается только удивляться, как руководство его отпускает на постоянно проходящие соревнования, разные чемпионаты России, мира и так далее. Александр лучший спортсмен чемпионата мира по фридайлингу 2023 года по версии АИДа, где он помимо медалей завоевал приз имени Натальи Молчановой. В этом году Саша тоже отличился. Он дебютировал на соревнованиях по задержке дыхания фаза в Дубае, где занял второе место, подвинув многих именитых спортсменов, которые считаются просто элитой мирового фридайлинга, таких как Горан Челок и Матеуш Малина. На нашем канале есть интервью с Сашей, обязательно посмотрите, очень познавательно. Саша ответил на многие очень интересные вопросы. У Саши техника ныряния в ластах отличается от предыдущих спортсменов. Он работает ластами постоянно, в достаточно широкой амплитуде. Движения такие расслабленные, немного даже вальяжные. И скорость у Александра существенно ниже предыдущих спортсменов. Можно здесь даже подумать, что это такая замедленная съемка, но нет, все в реальном времени. Вот он подходит к отметке 100 метров. И 100 метров он пронырнул за 1 минуту 35 секунд, что на 15 секунд медленнее, чем остальные спортсмены. Но посмотрим, как это скажется на дистанции. У Александра великолепные результаты в статике. Он задерживает дыхание на 9 с лишним минут. И, видимо, может себе позволить вот такое медленное ныряние. Имеет, видимо, преимущество перед другими спортсменами. Может не спешить. Александр в прошлом занимался серьезным плаванием, но на Олимпиаду не попал. Зато вот его фридайлинге добрался до призов на чемпионатах мира. И постоянно прогрессирует. Саша уникальный спортсмен. У него одинаково потрясающие результаты, как в динамических дисциплинах. Во всех динамических дисциплинах он лидирует в России. И при этом и в статической задержке дыхания он является бесспорным фаворитом и лидером, который постоянно занимает первые места на чемпионатах России. Другого такого спортсмена у нас просто нет. Пройдена отметка 175 метров. Александр приближается ко второй сотне. Никуда не торопится. Лучший результат Александра в этой дисциплине 254 метра. Разворот на 200 метров. И под водой Александр уже 3 минуты 10 секунд. Как вы видите, технику свою сохраняет. Все так же работает постоянно. Это видео снято на чемпионате России по правилам Федерации Фрида Винга в марте 2024 года. И здесь, забегая вперед, скажу, что Александр показал результат 250 метров. Сейчас он будет выходить. А мы с вами переключаемся на чемпионат России, который прошел в апреле 2024 года по правилам ФПСР. И здесь Александр уже улучшил свой результат, проплыв 260 метров без 10 сантиметров. Молодец! А на наших экранах лидер сборной России по Фрида Вингу в бассейне 2024 года Михаил Брянцев. Здесь также будет сборка из нескольких видео, потому что на чемпионате России по правилам Федерации Фрида Винга была прекрасная подводная съемка. И здесь Миша установил национальный рекорд по правилам Федерации Фрида Винга, нырнув на 257 метров. А на чемпионате России в апреле установил национальный рекорд по правилам ФПСР, нырнув на 263 метра. Поэтому основное видео будет с одного чемпионата, а выход с другого. Миша в спортивном фридайвинге не так давно, с 2018 года. В детстве и юношестве Миша спортом не занимался. И это удивительно, потому что заняться спортом после 30 лет и достигнуть таких высоких результатов, это поражает. И одновременно вселяет надежду, что и другим это тоже доступно. У Миши тоже техника немного отличается. Он гребет достаточно мощно, размашисто, с хорошим скольжением и с очень хорошей скоростью. 50 метров, он проходит за 35-40 секунд. То есть, первый 100 метров прошел за минуту 10, второй будет чуть помедленней. Но в любом случае скорость очень высокая, я бы сказал. Ну а что, по сути, там сидеть? Если мышцы позволяют работать активно, почему бы не работать? На чемпионате мира в 2023 году в Корее Михаил показал результат в этой дисциплине 256 метров. А в этом сезоне улучшает свои результаты от старта к старту. Ныряние в классических ластах и в моноласте, эти дисциплины являются приоритетными для Михаила. Именно в них он показывает очень крутые результаты, очень хорошо выступает и прогрессирует, постоянно устанавливая национальные рекорды и врываясь в тройку лидеров на чемпионатах мира. Итак, Михаил прошел отметку 175 метров. Вот его работа, она такая одновременно и мощная, но при этом и как будто бы расслабленная. То есть, ну настолько это все наплавано, отработано, что можно работать и с усилиями, но как будто бы и не особо напрягаться. И хорошо скользить при этом. Классно. Ему как будто ничего не стоит грести вот этими длинными ластами. На его ногах они кажутся просто пушинками. Хотя это не так. Так, Михаил под водой больше трех минут, приближается к отметке 250 метров. Здесь будет разворот. На этом чемпионате он показал результат 257 метров. А мы с вами переключаемся опять на чемпионат по правилам ФПСР, где Миша улучшил результат и нырнул 263 метра в классических ластах. И это на сегодня лучший результат в России и национальный рекорд. А мы с вами переходим к девушкам. И начнем с Елены Ковалевой. Лучший результат Лены в раздельных ластах 196 метров. Лена занимается фридаймом с 2018 года. Выступает на соревнованиях с 2020. Итак, Лена упаковалась и ныряет. Разногие это любимая дисциплина Лены. И она в них действительно очень-очень неплохо ныряет. 196 метров это прекрасный результат. До фридайинга Лена занималась легкой атлетикой. И, видимо, оттуда у нее сильные ноги. И поэтому она любит именно эту дисциплину. Лена долгое время работала администратором в школе Молчановс. А теперь сосредоточилась на своем тренировочном процессе. И работает инструктором по фридайингу. Учит других фридайверов, как нырять далеко и глубоко. Хорошая у нее техника. Приятно посмотреть. Такая достаточно мягкая. Хорошо работает ластами. В средней амплитуде небольшой. Разворот 100 метров под водой 1 минуту 25 секунд. Такая оптимальная, наверное, скорость. Не быстро, а не медленно. Потрясающая, конечно, трансляция была на чемпионате России по правилам федерации фридайинга в марте 2024 года. Одно удовольствие смотреть за спортсменами с такой качественной съемкой. Здорово также, что спортсмены ныряли по одному. И на трансляции мы можем наблюдать за каждым спортсменом по отдельности. Можно разглядеть все детали и нюансы его техники. И мы с вами переключаемся опять на чемпионат России ФПСР, где подводной съемки не было, но где Лена улучшила свой, показала более лучший результат и пронырнула 183 метра на задержке дыхания. Это не лучший ее результат, но пока так. Следующая спортсменка это Вероника Кравцова из Санкт-Петербурга. Вероника очень опытная спортсменка, выступает с 2011 года. Ее лучший результат в раздельных ластах 179 метров. И вы вот можете сравнить двух спортсменок и постараться найти отличия в технике. Здесь они есть. Немного другая работа ластами. Как будто ласты более мягкие у Вероники. Так классно. С-образные сгибаются. Как и многие другие спортсмены, Вероника предпочитает выступать в бассейне в гидрокостюме без рукавов. Такой вариант может быть чуть менее теплый, но на один норок в любом случае хватит. Держать стрелочку и расслабляться, как правило, в таком костюме гораздо проще. Вероника, супруга Александра Виноградова, тоже известного фридайвера из Питера, у них получается настоящая спортивная фридайверская семья. Александр вел трансляцию этих соревнований и очень-очень волновался и болел, когда ныряла Вероника. Но Вероника умница, отработала во всех дисциплинах прекрасно. Не так часто она в последнее время выступает на соревнованиях и хотелось бы видеть ее чуть чаще. Итак, Вероника прошла 100 метров, продолжает свой нырок. Очень расслабленно плывет, хорошо скользит, не торопится. Не сильно вкладывается в движение, просто чтобы поддерживать какую-то оптимальную скорость продвижения. И при этом не напрягаться. По-моему, такая цель у Вероники. Ну и по всей видимости, Вероника использует достаточно мягкие ласты, которые позволяют делать такие достаточно, может быть, частые, немного семенящие движения. Но эти движения очень легкие и дают при этом очень хороший эффект. Итак, был у нас разворот на 150 метрах. И Вероника приближается к своему личному рекорду. 179 метров. И, по-моему, она его проходит. Да, и показывает результат. 183 метра в ластах. Очень хороший результат. А на наших экранах Марина Романова. Тоже очень опытная спортсменка из Санкт-Петербурга. В 2012 году Марина приняла участие в своих первых соревнованиях по фридайвингу. И, бесспорно, одна из сильнейших ныряльщиц России в бассейне. Марина долгое время не выступала на соревнованиях. Сначала была занята материнством. А потом устроилась работать в бассейн А30. А30. И, видимо, у нее не очень получалось совмещать работу в бассейне с тренировками и выступлениями. Но в этом году она перестала там работать на постоянной основе. И вернулась в спорт. Чему мы очень-очень рады. Марина начинала свой путь во фридайвинге и тренировалась у знаменитого тренера Игоря Орла из Санкт-Петербурга. Многие питерские спортсмены пришли во фридайвинг благодаря этому тренеру. Как, например, и еще одна спортсменка из Санкт-Петербурга, Наталья Оводова, обладательница национальных рекордов в этой дисциплине по версии и ФПСР, и Федерации фридайвинга. Однако эти рекорды она установила в 2018 и 2019 годах. А в этом сезоне, в сезоне 23-24, пока не может добраться до своих лучших кондиций, своих лучших результатов. И, к сожалению, в этом обзорном видео ее нет. Хотя спортсменка очень сильная и хотелось бы, чтобы она начала выступать на своих лучших результатах. Маринину технику на реаним в ластах можно сравнить с техникой Александра Максимова. Она тоже работает ластами постоянно, без скольжения. Также она работает достаточно расслабленно, тоже немного вальяжно, не вкладывается в движение, не скользит. Работает, одним словом, постоянно. Нет точного ответа, какой вариант лучше. Каждый выбирает сам. Мне, например, тоже нравится больше со скольжением. Если работать постоянно, как-то ноги быстрее устают. Но, возможно, такой вот вариант постоянной работы, он позволяет войти в какое-то такое состояние монотонной работы и уже с долгое время быть достаточно расслабленным и не выходить из этого состояния, работать в нем продолжительное время. Итак, Марина прошла отметку 150 метров. В конце, возможно, есть небольшое дополнительное ускорение. На этих соревнованиях по правилам Федерации Фридайинга Марина показала результат 189 метров, а в апреле на Чемпионате России по правилам ФПСР она нырнула 191,6 метра. Прекрасные результаты, Марина. С возвращением. Ну, а мы с вами сейчас будем наблюдать нырок обладательницы национальных рекордов по нырянию в раздельных ластах в бассейне Марии Ольшевской. Ее результат, который она показала в ноябре 2023 года, пока кажется недосягаемым для других спортсменок. Здесь, на всероссийских соревнованиях по апноэ в Питере Мария установила новый национальный рекорд, нырнув 240 метров, а это больше почти на 50 метров, чем нырнули в 2024 году остальные спортсменки. Очень большой запас, очень большой отрыв и Мария, конечно, лидер девушек в этой дисциплине. Мария тоже сейчас живет в Санкт-Петербурге. Это, конечно, удивительное совпадение, что три сильнейших спортсменки из Санкт-Петербурга. Мария занимается фридайингом с 2013 года, участница чемпионатов мира, обладательница национальных рекордов и рекордов даже Гиннесса. В начале 2024 года Мария сконцентрировалась на подготовке к установлению рекорда по нырянию под лед в купальнике, в глубину и в бассейновых соревнованиях не участвовала. Зато нырнула под лед Байкала на 40 метров. Об этом есть видео на нашем канале, посмотрите обязательно. Неплохое качество изображения у нас, хотя и не подводное. Маша плывет достаточно активно. У нее выраженная фаза грибков и скольжений. Как и многие другие спортсмены, Маша использует гидрокостюм без рукавов. Мне такой костюм тоже нравится больше, потому что в нем реально держать стрелочку гораздо проще. И Мария подплывает к отметке 150 метров на задержке дыхания. Разворачивается. И несмотря на то, что под водой она уже почти 2 минуты, впереди у нее еще почти 100 метров дистанции. Машинное движение ластами достаточно мощное и очень активное. За вот эти 4-5 грибков, которые она делает ластами, она набирает достаточно хорошую скорость. Это видно невооруженным взглядом. И потом несколько секунд позволяет себе скользить и расслабляться. Рекорд мира в этой дисциплине принадлежит Магдалине Солич Талладе из Польши. По версии Аида этот рекорд составляет 243 метра. А по версии КМАС рекорд принадлежит этой же спортсменке и составляет 263,64 метра. И мне кажется, Мария уже вплотную подбирается к уровню чемпионата мира. 225 метров. Потрясающий результат, конечно. И волнительный момент. Выход 240 метров. Время нырка 3 минуты 23 секунды. Очень мощно. Маша большая умница. Вот такой у нас получился обзор. Если вам понравилось видео, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал.